Подрядной организацией было задание привести в порядок данный подземный пешеходный переход. Здесь были предъявлены работы замены электроосвещения, ремонт потолочных покрытий, ремонт стен, очистка водоприемных колодцев. В ходе проверки работ было обнаружено, что была закрашена часть стен известного художника Петра Чеклогина. Это мозаика, которая была сделана в 1975 году во время строительства подземного пешеходного перехода. В рамках этого же проекта мы эти работы очистим, эти кусочки стен, восстановим на стоимость проектной работы. То есть подрядных работ это влияет на него. Мы знали, давно уже добивали для того, чтобы ремонт в данном переходе начался. Он довольно долгое время был в неприглядном виде. Мы видим до сих пор тут еще пережитки 90-х. Но, к сожалению, заметили, что подрядчики отнеслись к этому вопросу по-своему, с одной стороны. С одной стороны, вроде бы обновили, но получилось то, что довольно серо. Прекрасная была мозаика здесь Петра Чеклогина. Мы смотрим на московское метро, мы восхищаемся старыми станциями. Почему мы не можем поддерживать то, что у нас было прекрасное в городе, и это нужно делать. Обсуждали вчера с главой города, что вот эту ситуацию с этим подземным переходом, он дал команду, что, безусловно, необходимо мозаику восстановить, пешеходный переход привести в надлежащее состояние. Единственное, за что переживаем, за наш вандализм. Потому что, когда мы с ребятами разговаривали, ну почему они приняли такое решение, да, что закрасили эту мозаику, когда ее практически не было видно, да, она была вся покрыта тремя слоями граффити, да, приняли такое банальное решение просто ее закрасить. Безусловно, оно неправильное.